Ну вот уже, наверное, месяца два, а то и больше, я пользуюсь в качестве основного смартфона Huawei P9+. Пришло время расставаться и хочу поделиться своими впечатлениями от использования этого аппарата. Впечатления, надо сказать, самые-самые положительные. Расставаться мне с ним не хочется, он мне нравится и абсолютно полностью меня устраивает. Ну, начну, наверное, с каких-то внешних характеристик. Я записывал уже обзор, такой первый взгляд на аппарат, поэтому подробно на технических характеристиках не буду останавливаться сейчас. Расскажу именно о том, как прошли эти два месяца и как эти два месяца в моих руках этот аппарат пережил. При этом, скажу, я его не ронял, использовал без чехла и без пленки. Ну, вот особо не берег, но в то же время крышетисты тоже никакие ему не устраивало. Значит, по поводу задней крышки. Задняя крышка алюминиевая, это металл, но покрытый не стеклом, скорее, а таким а-ля лаковым каким-то напылением. Очень хорошо себя показало это напыление. Вот за два месяца практически никаких следов на нем не образовалось. Если присматриваться, появились только маленькие-маленькие, еле заметные под определенным углом. Только на камере, думаю, это и не будет видно. Появились какие-то такие еле заметные царапинки. Больше ничего. По углам и по торцам все нормально. Несколько царапинок, возможно, появилось вокруг разъема microUSB Type-C. Вот шнура, который я не точно вставлял туда. Но тоже вообще как бы не принципиальная история. Ну, если будете приобретать этот аппарат и пользоваться им, наверное, все-таки лучше его поместить в какой-нибудь чехол или накладку. Есть фирменные, есть нилкиновские очень хорошие поликарпонатные чехлы. И удобные, и практичные. Ну, и пленку. Насчет экрана тоже не скажу, что он поцарапался. То есть, когда я его брал на тест, этот аппарат, вот здесь вот была маленькая царапинка. Собственно, она единственная здесь и осталась. Во всем остальном эти два месяца аппарат, хотя он был у меня в кармане и с ключами, и в портфеле лежал в рюкзаке. Ну, в общем, всякое бывало. Ничего специального я его не царапал, но тем не менее, в общем, он такое обычное использование пережил вообще без проблем. И никаких царапин на дисплее, несмотря на отсутствие пленки, не появилось. Так что защитное стекло Gorilla Glass 4 отработало себя, я считаю, по полной программе. В общем, сборка отличная. Материалы использованные тоже отличные. Так что вот никаких нареканий по материалам и по сборке за эти два месяца использования у меня лично не появилось. Наверное, по внешнему виду это всё. Теперь пойдём по каким-то элементам техническим. Ходилось бы отметить, в первую очередь, наверное, датчик сканера отпечатка пальца. Он невероятно быстрый, очень удобно расположенный и, в общем, ну, просто отлично. То есть никакого напряжения для того, чтобы разблокировать смартфон, не нужно. Всё происходит мгновенно, идеально. И, в общем, честно говоря, я до этого, да и сейчас никаких таких быстрых и корректных сканеров отпечатка пальцев не встречал. Что хотелось бы отметить ещё, так это, наверное, звук. Во всяком случае, вот по опыту моего использования, стереодинамики этого смартфона стали для меня, ну, таким одним из самых главных, наряду с камерой, наверное, явлений. Звук прекрасный. Я достаточно много использовал просто в качестве плеера, грубо говоря. Этот смартфон, причём в качестве плеера не только в наушниках, но и в качестве такого домашнего плеера. То есть включал на нём звук и слушал музыку. Меня, не могу сказать, что я какой-то аудиофил специальный, но меня звук с динамиков этого устройства абсолютно полностью устраивал. Ну, я дам сейчас послушать коротенький кусочек для того, чтобы вы составили себе впечатление. Достаточно глубоких басов. Ну, в общем, вот как-то так. Меня этот вариант вполне устраивал. Ну, ещё раз скажу, здесь один динамик находится внизу, второй динамик работает в качестве стереодинамика. Разговорный динамик, но странная история, он работает, он включается только при горизонтальной развертке аппарата. Почему-то при, ой, наоборот, при вертикальной, при горизонтальной развертке аппарата. Ну, давайте я дам послушать. Ну, вот он чуть-чуть подыгрывает. Нет, и там, и там, на самом деле. Подыгрывает, вру я. Ну, тем не менее, всё, на самом деле, очень неплохо. И по звуку это точно один из лучших аппаратов, который у меня был и с которым я имел дело. По программному обеспечению. За то время, пока я использовал, где-то недели три назад, может быть месяц назад, Huawei P9 Plus обновился до седьмого андроида. Сейчас здесь стоит Android 7.0 и EMUI 5.0. Это не самая последняя версия. Есть версия EMUI 5.1 и Android 7.0.1. Но, что могу сказать, 7-ка стала, EMUI 5.0, стал очень и очень хорошим. И по использованию, и по дизайну. Я, в принципе, в обзоре Honor 8 уже останавливался подробно на каких-то фишках, которые седьмой Android и EMUI 5.0 принесли на Huawei смартфоны. Ну, скажу, во-первых, изменилась шторка. Она стала чем-то похожей на Windows Phone, может быть, но очень хороша. Все здесь компактно, комфортно. И все очень хорошо устроено и видно. Очень приятно стали выглядеть уведомления. Ничуть они не мешаются. Их все можно убрать вот отсюда прямо. Единственное, что лично меня смущает, это вот такое вот отображение меню запущенных приложений. Мне кажется, оно неудобно. И то, что было, было, возможно, даже лучше. Поскольку там все-таки можно было видеть миниатюры запущенных приложений. А здесь, как бы, вот когда много приложений запущено, сплошное месиво. И пролистнуть нужное приложение абсолютно легко. Тем не менее, здесь достаточно удобно. По двойному тапу открывается предыдущее. Ну, вот, например, мы это свернем. Потом развернем это. То, по двойному тапу мы переходим в предыдущее открытое приложение. Я этой функцией пользовался достаточно часто. Это действительно удобно. По долгому тапу на эту иконку мы переходим в режим мультиэкрана. То есть, можно запускать одновременно активно два приложения. Режим этот в седьмом андроиде стал очень хорошим. В нем теперь можно смотреть YouTube параллельно другому чему-нибудь. Ну, на самом деле, YouTube я все-таки рекомендую смотреть в браузере Mozilla Firefox, который поддерживает многозадачность. И вы совершенно спокойно можете смотреть какое-то видео. Привет! Недавно мой Huawei Honor 8 обновился до андроида 7.0. И теперь, когда я записываю экран, постоянно у меня вылазит. То есть, можете совершенно спокойно слушать какие-то программы с YouTube или музыку. В общем, это достаточно удобная история. Все-таки рекомендую пользоваться браузером Mozilla Firefox для прослушивания каналов с YouTube. Ну, вот так вот, на вскидку... А, ну, появился в седьмом андроиде опять-таки режим... Встроенный режим другого отображения рабочего стола. Называется он экран приложений. И отличается тем, что очень сильно похож на гугловский, андроидовский, на стоковый андроид. Переключается он мгновенно просто на лету. Все. Собственно, он переключился. Отличается он тем, что здесь есть рабочие столы и есть меню установленных приложений. Работает и тот, и другой режим абсолютно корректно. Я пропользовался этим, но обратно перешел на Huawei, на стандартный для EMUI. По той простой причине, что в EMUI есть функция поиска. Поиска достаточно глубокого и по контактам, и по вебу, и по... Ну, в общем, по всему, по сути, по аккаунтам, который вызывается вот таким вот свайпом. Здесь в этом... в экране приложений такой свайп не работает. Здесь вот так вот работает этот поиск, и этот поиск ищет только по приложениям. Поэтому, собственно, я и предпочел вот этот вот обычный режим отображения, потому что здесь можно свайпнуть, и, пожалуйста, вы можете искать. Прямо отсюда можете отправлять... Вот, пожалуйста. Вот контакты. И вот по кугловскому... Google диску ищет. Вот онлайн поиск. Прямо отсюда можете позвонить, отправить сообщение. В общем, и вообще, честно говоря, ну, не знаю, тут дело привычки, на самом деле, но лично я привык к лаунчеру Huawei, к лаунчеру EMUI, и мне он абсолютно нравится. Он достаточно простой, удобный, и, ну, очень хорошо работает, помимо всего прочего. Ну, вот из глобальных таких каких-то нововведений, касающихся интерфейса и работы, это, наверное, при обновлении до седьмого андроида, это, наверное, все. Хочу сказать также, что никакого замедления работы за вот эти два месяца я не наблюдал. Система работает очень корректно, очень хорошо. Не мучает меня никакими уведомлениями, что надо бы ее очистить или еще что-то. Ну, в общем, все по программному обеспечению, реально все на твердую-твердую пятерку. Никаких нареканий у меня не возникло. Ну, и, наверное, теперь про, ну, для меня лично самое главное, про камеры. Потому что часто очень бывает так, что аппарат мне нравится, но вот камера не устраивает. Потому что, ну, я очень привередлив к камерам смартфонов. Отчасти привередлив, отчасти избалован. Или, может быть, избалован потому что привередлив. У меня, как бы, есть некоторый эталон. Это Nokia 808 Peerview, который до сих пор является лучшим, на мой взгляд, камерфоном, который я пользуюсь. И, по сути, для себя, во всяком случае, в качестве референсной мобильной камеры, имею в виду именно камеру старенького, доброго, еще работающего на Symbian, используемого мной как, не как смартфон, а именно как камеру смартфона. Могу сказать честно, камера в Huawei P9 Plus, ну, и как в Huawei Honor 8, в Huawei P9, на самом деле, все эти камеры, вне зависимости от наличия шильдика Leica, они, ну, я различий, во всяком случае, между ними не обнаружил. Я достаточно дотошно сравнивал камеру Huawei P9 Plus и Huawei Honor, ну, или точнее, просто Honor 8, где нет шильдика Leica, но модули камеры точно такие же, интерфейс отрисован по-другому. Разницы я не заметил, вот скажу честно. Даже фирменный Leica черно-белый режим, который присутствует на P9 и P9 Plus и отсутствует в Honor 8, ну, на мой взгляд, особо ничем не отличается, ну, во всяком случае, принципиально ничем не отличается от обычного черно-белого режима, который присутствует в пресетах камеры Honor 8. Но, надо сказать, камера P9 Plus мне очень понравилась, и вот на те два месяца, пока я пользовался P9 Plus, фотографировать на Nokia 808 я практически перестал. Не было таких ситуаций, в которых мне, даже если говорить о разрешении, хотя понятно, что 808 разрешение больше, но даже если говорить о разрешении, никаких проблем с или неудовлетворенности, никакой от камеры P9 Plus у меня не возникало. Но я сейчас покажу какое-то количество фотографий, которые я специально переместил в избранное. отдельно приложу к этому видео ссылку на альбом Flickr, который состоит из фотографий P9 Plus. Ну, начнем с ночной съемки. Значит, здесь диафрагма в P9 и P9 Plus, ровно как и в Honor 8, 2.2. Вроде как, не бог везет что, но могу сказать честно, опять-таки, никакого недостатка в светосильности я не заметил. Вот в качестве примера, пожалуйста, такая ночная фотография. Можете подробно ее рассмотреть на Flickr, опять-таки. Но, как видите, даже вот так вот с экрана, здесь все очень и очень неплохо, даже, я бы сказал, хорошо. Видны все грани домов, видны даже чуть-чуть облачка. Ну, в общем, по-моему, отлично отработанная ситуация. Ну, ой, сори. Особо комментировать не буду. Ну, вот эта фотография, например, снята с зуммированием. Оптического зума тут, понятное дело, нет. Равно как и нет оптической стабилизации. Здесь есть цифровой зум, но работает он очень и очень неплохо. Во всяком случае, вот эта фотография, она снята с цифровым зумом. И, как вы видите, вот уровень детализации. Конечно, при таком, это больше 100% явно зум. Ну, вот, при где-то 100% зум. Никаких шумов мы не наблюдаем. Если сильно увеличивать, то, конечно, мы видим, что лезут шумы. Но вообще, фотография абсолютно, абсолютно приемлемая. Очень хорошо она работает со светом. Вообще, вот, она отображает именно то, как свет лежит. А это, на мой взгляд, чуть ли не важно. Самое важное свойство оптики, во всяком случае, да, корректно, мягко, плавно класть, ну, или отображать то, как свет лежит. Ну, вот такие контрастные городские съемки. Тоже ЧБ. Вообще, ЧБ здесь очень хороший. Вообще, рекомендую, честно говоря, побольше снимать в ЧБ. Ну, вот тоже такая контрастная история. Все здесь хорошо, понимаете? То есть, ну, правда, я получал удовольствие от фотографирования на эту камеру без всякого преувеличения. Вот, пожалуйста, снежные ветки. Все. Опять-таки, поподробнее сможете рассмотреть эти фотографии на фликре при желании. все, все отлично. отчасти, ну, отчасти, например, вот здесь, да, наперсток. Ничего не замылено, вот эти вот вырезки, они не замылены совершенно, и совершенно корректно, все, никаких шумов, ведь все странички, все отлично. Вот просто. Вот тоже пример того, как она с тенями и со светом работает. Все. Прям, ну, делает атмосферу. тоже ночная съемка. Тоже какие-то детальки. Ну, вот, пожалуйста. Вот эта вот функция touch чего-то, не помню точно, как она называется, но, в общем, когда, то, что дисплей, дисплей здесь AMOLED, тоже очень приятный, не пережаренный AMOLED, про дисплей не сказал, ничего сейчас говорю, не пережаренный AMOLED, очень приятно, и по сути, ничем особо принципиально не отличающийся от IPS, кроме того, что он меньше потребляет энергии, во всяком случае, когда черный цвет отображается, как и все AMOLED, он не потребляет на отображение черного цвета энергии. Так вот, вот эта вот функция дико понтовая, touch, не помню, как она называется, ухвовые, в общем, когда по силе нажатия используются какие-то функции, я этой функцией в P9+, пользовался исключительно для того, чтобы рассматривать фотографии, и для того, чтобы запускать камеру, то есть вот таким вот образом я прям могу запустить камеру в монохромном режиме. Вот, собственно, и все. Приятно, что такая функция есть в аппарате, но не могу сказать, что вот она как-то критически важна и нужна. тоже такие. Ну, в общем, на самом деле, сейчас вот так вот с камерой здесь все достаточно неплохо видно. Вот эта вот темнота, она очень хорошо видна, видны хорошо вот эти вот сосульки, например. Но все эти фотографии все-таки лучше, наверное, разглядывать во фликре. Ну, вот, пожалуйста, для съемки каких-то текстов. Поэтому пользуйтесь ссылкой. Ну, вот еще вариант работы с тенями. Ну, в общем, правда, камере я бы поставил абсолютно твердую пятерку. Я не знаю, насколько там она лучше, хуже, чем у Samsung или еще у кого. Но могу сказать честно, это очень хорошая камера и никакого дискомфорта от ее использования вы чувствовать не будете. Все будет получаться очень четко, очень резко. Ну, вот, смотрите, пожалуйста. Абсолютно, на мой взгляд, идеальный вариант. Мало я пользовался функцией регулируемой диафрагмы. Функция это сейчас чисто хуаваевская функция, когда вы снимаете, а потом можете регулировать диафрагму и фокусировку. Функция приятная, просто не было необходимости мне в ней пользоваться. Фотографировал я по большей части в ручном режиме, но могу сказать, что если иметь время и желание перед съемкой покопаться в настройках ручных, то эти настройки дают совершенно полную возможность сфотографировать хоть в ручном режиме, ну, в смысле, хоть на какой-нибудь лидной выдержке, несколько секундной, хоть как угодно. Камеры обе по 12 мегапикселей, диафрагма 2.2, один модуль цветной, один модуль черно-белый. Достаточно легиональное решение, которое на данный момент только Huawei представляет из двойных камер, но решение лично мне нравится, я люблю черно-белую фотографию, и фотографии снятые только на черно-белый объектив, они ну, некоторой частотой выделяются. Что еще? Вспышкой я не пользовался, здесь двойной светодиод, здесь автофокус, ну, все фокусируется достаточно быстро, и автофокус, и ручной фокус, в общем, чисто с пользовательских, а не с технических каких-то точек зрения, камера, еще раз говорю, на твердую-твердую пятерку. Что касается автономности, да, ну, по поводу фронтальной камеры, фронтальная камера на 8 мегапикселей, она тоже хороша, но я не очень люблю фронтальные камеры, и болезнью селфи, слава богу, не заражен, поэтому пользовался ей мало. Что касается автономности, здесь установлен аккумулятор на 3400 миллиампер часов, при том, что здесь AMOLED дисплей, хоть и 5,5 дюйма, но разрешением оптимальным Full HD, этого аккумулятора хватает на день легко. То есть, на два дня, во всяком случае, в моем режиме работы, наверное, его не хватило бы, ну, не наверное, ни разу его не хватало, но на день, на полтора его хватало всегда, то есть, грубо говоря, если я с утра снимаю его с зарядкой, то до следующего утра при моем режиме использования, а это в основном соцсети, просмотр видео, съемки на камеру, прослушивание музыки, ну, какое-то количество звонков, не очень большое за день, вот до следующего утра аккумулятор доживает без проблем. Но, на самом деле, я практически вот так вот от утра до утра не пользовался им, я им пользовался, имея возможность там подзарядить его за 10-15 минут, я вот его подзаряжал походу. Здесь есть быстрая зарядка, от нуля до 100% наверное аппарат заряжается, ну, где-то за час 20-30, но за минут 15-20 его можно зарядить где-то на 20-30%, чего, соответственно, хватит там на 3-4-5 часов. Так что, я вот по большей части заряжал его в течение дня несколько раз, по чуть-чуть, и меня такой вариант абсолютно устраивал. Быстрая зарядка здесь работает хорошо, есть зарядки быстрее, у того же Huawei уже есть зарядки быстрее, но тот вариант, который реализован здесь, он абсолютно комфортен, и никакого дискомфорта не доставляет. Реально там за полчаса можно зарядить, ну, если не 50, то 30-40% аккумулятора без проблем. Вот. Что еще? Еще удобен, удобен аппарат, звук в наушниках хороший, очень меня понравились вот эти, ну, в меру рубленые, в меру округлые грани, то есть для просмотра фильмов, например, достаточно удобно его держать вот так вот в горизонтальном раскладе, горизонтальной развертке, то есть аппарат действительно удобный, крепкий, качественный, с очень хорошей камерой и отличным дисплеем, ну, фишкой 3D-Touch, или как она называется, которая позволяет по силе нажатия использовать дисплей, фишка не принципиальная, но приятная. Ну, вот так вот, если глобально делиться опытом использования, то, наверное, все по телефонной части, конечно же, никаких нареканий, проблем нету, все абсолютно корректно и даже очень хорошо, то есть и слышимость, и то, как он ловит Wi-Fi, и то, как он ловит GPS, все просто прекрасно, все мгновенно происходит. В общем, одним словом, понятно, что уже на рынке появился P10, который пока, правда, до меня не добрался, надеюсь, когда доберется, конечно, обязательно сделаю обзор, но могу сказать честно, что P9+, до сих пор является флагманом, и думаю, что и железной, и софтовой, и прочей какой-то начинки этого аппарата хватит еще года на два легко, собран он хорошо, материалы здесь используются отличные, поэтому, в принципе, брать его стоит, хотя ему уже, по сути, почти год, брать его стоит, другое дело, что стоит он, на мой взгляд, сейчас не очень дешево, потому что тот же P10 уже продается, минимальную версию, P10 можно купить за 36 тысяч, а этот аппарат стоит от 42-43, честно говоря, стоит он этих денег, ну, вот, правда, реально хороший аппарат, но, с другой стороны, все-таки, если бы он стоил 35, то, наверное, оснований купить именно его было бы больше, с другой стороны, конечно, Huawei, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы продавать новые аппараты, поэтому P10 стоит в минимальной версии с 32 гигами встроенной памяти, даже чуть меньше. Эта версия с 4 гигами оперативки и с 64 гигами встроенной памяти, ну, естественно, хватало и того, и того за глаза, microSD-карту, которую в этот гибридный слот можно вставить, я не вставлял, не нужна она мне была, в общем, вот, такие впечатления, еще раз повторюсь, аппарат отличный, никаких негативных ощущений за два месяца использования у меня от него не возникло, только позитивные, только приятные и только корректные. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо. Всячески рекомендую либо P9+, либо P9, либо Honor 8. Ну, в общем, вообще, на самом деле, последнее время, последний год-два, даже три уже, Huawei делает прекрасное совершенно устройство, во всяком случае, в сегменте среднем и выше и можно брать эти устройства с полной уверенностью в том, что вы получите рабочий, практичный, качественный аппарат без минусов, по сути. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо.